Играл вчера со своим подписчиком. В общем, как вы знаете, нет возможности играть в течение будней. Да и на самом деле игра поднадоела. Просто выполняю контракты, а так... В основном даже не хожу в режим 2 на 2. Разве что в выходные пытаюсь найти более-менее крепких оппонентов. И для того, чтобы записывать в течение недели бои. Смотрим против кого играем. Да в принципе против нубов. Разведали карту, мы хорошо. Парник что-то не туда побежал. Ну тоже неплохо разведал. Играем против нубов. И бой был поздно вечером. Я говорю на парке. Ну давай... Давай ты будешь тащить... Ну все-таки мини-фирмочку построен. То есть 5 центров снабжения и еще что-то построен. Третий штаб. Давай ты поставишь мышечки, чтобы тебя не захотели рашить. А я... Сказарно слишком далеко находит не было. А я решил вообще ничего не сделать, кроме ревуара. Вообще не очень хорошо распределил свои ресурсы. Мог бы... Ну не знаю. Мог бы побыстрее построить там на пару секунд. Ну... Немного непривычно. Электроэнергии не хватает. То есть вместо... Вот этого здания, наверное, надо было строить электростанцию только после этого. Вот, но я стараюсь таким образом все сделать, чтобы когда мне появился следующий штаб, я мог бы сразу входить в третий уровень завода. Так, отвлекся. Вышку. Ага, дельта. Понятно. А, вот почему я на парке говорил, что поздно по-другому я. На 12-й минуте, конечно, выходить в море. Прикольно. Да. Разведочка до сих пор была. Здесь из леса вышел. Так. Тут... По-моему, была дельта. Да, кстати, я же пропустил все. Вот моя армия. Здесь была дельта. Я ягуаром прихлопнул ее. Этот бой меня позабавил тем, что вот у меня 103 КО, я ни одного юнита не потерял. 15-я минута. У меня где-то 13 Егоров, 3 Мамонта. Я вообще ничего не строил, кроме тяжелой техники. Ну и 5 стрелков от разведки. По-моему, один стрелок погиб. Точно не уверен. Также я сделал 2 снайпера, а потом подумал, да ладно, у меня же столько тяжелой техники, здесь снайпера не понадобится. Ну, они есть. Ну, тут как бы ничего интересного. Все равно выдвигая вперед пехоту, опа, верток взлетел, непрокаченный. Ну, и как бы за один выстрел его сбивают. Три дикой фразы. Все. Противник пробит. Постепенно продвигаясь чуть вперед. Тренируюсь использовать супер-клавиши. Когда много юнитов, вообще неудобно использовать эту клавишу. Так, здесь надо переставить чуть-чуть свои ягуары. Ну, хотя здесь два дефса. Тоже ни о чем. Армия не какущая. Вот. Вот, наверное, не критическая масса, а супер-критическая масса против мубов. Да, вообще можно ничего не терять. Так, следующий штаб, конечно, нет. До сих пор пехота в лесу у нас находится. Передвигаемся к нему, чтобы иметь более широкий фронт. Ну, и вообще надо заранее стрелять принудительным огнем, если это возможно. И все. Просто ГД. Ну, это, опять же, причина, почему не надо медлить, не выходить тяжелую технику. Да, как бы, ну, экономика у вас не супер-хорошая. И, да и, наверное, тяжелые юниты тоже не очень. Вы не сразу можете от них выйти. Представляется Зевсу возможность кого-то уничтожить. Ну, нет. Вообще, зеленый игрок даже вышел в просе и доны, я этого не заметил. Осик не выходит. Вот здесь стоят. Я специально не продвигаюсь вперед. Вообще не хочу ничего терять в этом бою. Да и, в принципе, так получилось. Вот они, посейдоны. Самое забавное то, что я не так давно играл в Балдыранде. Там были посейдоны, но они ничего не могли сделать. То есть они погибали от 4-х кричитов буквально там в 2 раза хода. Ну, тут я все-таки играю аккуратно, чтобы не лезть под посейдоном. Посейдон все-таки посейдон. Вот. Ох, цепляет. Блин, нафига посейдон вообще здесь нужен? Непонятно. Вообще, для посейдона надо, по-первых, минимум разведать кубат. Но если фаза такая огромная, это уже такая фермочка, ну, не знаю, не знаю. Хотя посейдон, кстати, с крепомолотом, ну, точнее не крепомолотом, а крепом гранадером, значит, у меня на карте хорошо так давили. Остался один против двоих, а там крепомолот 14-го ранга, там посейдоны были. Пока я не сделал снайперов, я продвинуться вперед не мог. Такой вот бой получился. Надеюсь, он вас позабавил. Всем пока.